Девушки отдыхают Здравствуйте, в эфире телеканала Союз, программа беседы с батюшкой в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях священник храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ, протерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей. Здравствуйте, милость Божия, да будет со всякой душой человеческой. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54 Тема нашей сегодняшней программы – исповедь и причастие. Батюшка, мы уже в прошлой нашей программе начали говорить о таинстве исповеди, до причастия так и не дошли. И еще остались вопросы по этому таинству. Но для тех, кто не смотрел нашу передачу, хотел бы повториться. Что такое таинство исповеди? Это, безусловно, одно из таинств церкви, то есть врачующее действие благодати Божией и многофункциональное, я бы сказал. То есть для тяжкого грешника или для человека, крещеного, напрожившего энное время вне общения в церкови, это способ вернуться в церковь и обновить свое живое единение с нею. Для человека, который из церкови не порывал, а ведет борьбу с грехом и ощущает следы борьбы на себе, шрамы борьбы и пыль борьбы – это способ поддержания духовной гигиены, можно так сказать. И это некая духовная постоянность, такой стимул и встряска – это способ держать себя в тонусе. Когда человек приносит на исповедь, ничего страшного не приносит, но приносит бытовые следы борьбы с грехом, который никуда уходить не собирается. Ну и еще на таинство исповеди накладывается монашеская практика откровения помыслов, когда человек не столько дела свои открывает на исповеди, сколько открывает тайный внутренний мир со всем хитросплетением желаний, помыслов, мысленных прирожений и всего остального. Это часто встречается в нашей жизни и у мирян и у монахов, то есть это общее наше такое стимул. То есть исповедь – это врачевание души, это таинство, врачевающее человеческую душу, в зависимости от степени болезни этой души, оно имеет разные функции и действия на наши внутренние язвы. Приходить на исповедь нужно к одному священнику или допускается ходить к разным священникам? Мне кажется, с точки зрения моего собственного опыта и прочитанных книг, общения с другими людьми, мне кажется, что хорошо иметь духовника, но не каждый его имеет. И если не каждый имеет духовника, то хорошо, по крайней мере, иметь священника, знающего тебя, а знающего тебя давно, которому не нужно заново рассказывать всю свою жизнь. Когда ты вдруг приходишь к нему, и вот к первому приходишь, он может поинтересоваться тобой, а как давно ты ходишь в церковь, а как будто в семейное положение, где ты работаешь. Интересно, важно понять человека, знать о нем хоть немножко. Так вот, хорошо иметь того, кто не будет тебя спрашивать каждый раз, заново кто ты, и к нему носить свое постоянно, так сказать, свои боли и болячки. Ему же лучше всего исповедаться в тех грехах, которые тебя чаще всего тревожат и составляют твою какую-то такую мучительную тайну, скажем так. Если ничего страшного в твоей жизни не происходит, а происходит нечто такое бытовое, такое простое, то, что не сильно ранит тебя, то, я думаю, можно спокойно идти к любому духовнику, священнику, в любом православном храме, то есть оказавшись где-то в командировке, в поездке на отдыхе, ближе к дому, например, да, вот, я думаю, такова практика. То есть, если ничего особенного, можно идти к любому батюшке, как бы, значит, если ты хочешь причаститься, то вот стоит сторож перед причастием, священник, который, так сказать, отфильтровывает людей, и ты идешь к любому и говоришь, вот у меня так-так-так, я хотел бы причаститься. А если есть что-то серьезное, ты должен, конечно, идти к тому, кто тебя знает. Если такой духовник у тебя есть. Если, конечно, нет, тогда приходится довольствовать с тем, что есть, то есть разными священниками. Но это чревато разными проблемами, опять-таки, потому что один будет более строг, другой более мягок, один будет увеличивать требования, другой с легкостью отнесется. Люди разные, один хочет строгости, другой боится строгости. То есть здесь уже мы сталкиваемся с многообразием этих столкновений человека с человеком, вот, поэтому тут надо сопастись с некой долей терпения и понимания. Вот, и если где-то ты обжегся об одну исповедь, то не печалься, не грусти, день веселья вновь настанет. Может ли считаться приходской священник духовником? Может, конечно. Приходской священник – это вообще высокое звание. То есть он может быть духовником, он может носить в руках, так сказать, эти проблемы души человеческие, что называется. А может и не быть им. То есть в случае, если он не вырастает там до старца или полустарца, то все равно он великий человек, потому что он приносит Богу бескровную жертву, совершает другие таинства, поминает людей живых и усопших на службе, вникает в их судьбы и нужды в силу необходимости через исповедь и беседы с людьми, проповедами Евангелия. То есть самый, так сказать, неказистый священник, он все равно такой великий, такой деятель на таком незримом поле духовном. То есть он все равно вручен очень важные рычаги. Поэтому, конечно же, приходское духовенство, оно призвано быть духовническим духовенством. Потому что, например, такой важный факт, что наше приходское духовенство, согласно древней традиции, в большинстве всем жената. Это величайший плюс, который выделяет нас, например, отличает нас от католиков. Потому что люди с чем приходят на исповедь? Какие проблемы тревожат человека? Семейные. Отнимите у человека семейные проблемы, ему не с чем будет идти на исповедь. Теща и зять, мама и дети, свекровь и невестка, жилищная теснота при нескольких поколениях в одной квартире, денежные проблемы, жена перед мало зарабатываешь, вторая жена, третья жена, второй муж – это сегодняшний быт и практика. Вот с этим всем люди приходят. Измена, пьянство, терпеть, не терпеть, бьет, не бьет. Я постарел, он смотрит на молодых. Ну там и так далее. То есть что? Вот с этим всем приходят люди на исповедь. Уберите это, и вы уберете 98% потребности исповедоваться или советоваться чем-то со священником. А кому это все известно? Конечно, человеку, который сам в этом живет. Как хорошо он припретик. Мы говорили, к дедушке на исповедь. Человеку, у которого седая борода, уже взрослые дети, уже много внуков. Он все это видел уже в своей жизни. Он уже половину забыл, но все это видел. Ему нечего, он ничему не ужасается. Скажем так, ничем не удивишь. Его не удивишь, он не ужаснется твоим грехам. Он понимает, для него ты по возрасту внук или сын, или дочка, или внучка. Поэтому человек ищет, тяготеет внутренне к такому семейственному характеру исповеди. Когда тебя поймут, когда тебя, так сказать, поднимут с колен, когда тебе помогут расплылать твой житейский узел. Вот поэтому вот это белое духовенство. Вот когда монашествующие исповедуют, конечно, монашествующие могут повести человека выше тех, которые тяготят к аскетизму, например, к непрестанной молитве, чтению духовной литературы. Но на простого человека монашествующий, духовник, если у него нет чувства такта и меры, может возложить некую груз, которую простой человек не понесет. То есть здесь нужно иметь педагогическую чуткость. Поэтому кому еще быть духовниками, как не белому духовенству? Белому духовенству. То есть то, что люди массово ходят в монастыри на исповеди, в принципе, это некий вызов для белого духовенства. Говорит, братцы, а что это вы так плохо занимаетесь людьми, что от них от вас сбегают в монастыри на исповеди? Нет, но многие хотят построже. Может быть, да. Тогда, пожалуйста, священник сам белый скажет, я человек не монашествующий, я строго не живу. Я вам, так сказать, в изрядных постах и в ночных молитвах помощник слабый. Я ночами не молюсь, допустим. Это будет хорошо и честно. А если... То есть в другую сторону перекоса. Вот, например, из жития оптинских старцев есть интересный такой момент. Кажется, Анатолий Оптинский. Лев. Лев первый. Стоял с кучей, по-простому говоря, баб. А так раньше женщины назывались, крестьянки. Как это называют? Бабы пришли на богомоле. И вот стоят женщины, в лаптях, в этих простых одежах, заплаканные лица, кажется, обеда. И он с ними что рассказывает? Что-то там рассказывает. Про то, про все. И про духовное, и про житейское. И какой-то поп на покаянии был в монастыре. Митрофон, там, крест с украшениями. И он говорит, батюшка, а хоть у тебя с этими бабами битый час стоять, а там еще о чем-то с ними разговаривать. На что ему старец Лев говорит, и то правда, говорит. Если бы ты ими на приходе занимался, они бы у меня здесь не были. Занимался бы ты бабами на приходе своем. Чего бы в монастыри ходить? Или действительно, мне дело в келье и молиться. Дело монаха, келья и молитва. А я здесь вынужден с ними заниматься потому, что белое духовенство в полной мере не опекает своих духовных чад. Духовничество, в принципе, это дело белого духовенства. Если батюшка молоденький, бороденка прошиблась, ему 22 годика, он только женился, он еще решает кучу своих личных проблем, он еще не знает, как в семье жить, дети у него только родились или еще не родились. Конечно, здесь в духовничестве тяжело, он набирается тяжелого жизненного опыта. Но уже с каким-то возрастом, человек уже приполовивший свою жизнь, уже приобретший какой-то навык и в службе, и в общении с людьми, он уже может вырастать до какого-то такого духовника средней руки. И они нужны, они нужны везде. То есть не нужен один всероссийский старец, чтобы к нему ехали из Камчатки, из Зеленограда, из Сахалина, из Прибалтики, из Украины, из Кавказа. Не надо такого. То есть, конечно, так тоже надо, но гораздо лучше, если в каждом регионе, в каждом городе, в каждом, так сказать, губернии, если угодно, был бы свой светильничек, такой горяй-светяй, к которому приходили свои, а там еще дальше, еще, 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 еще. То есть, чтобы их было много. Разные величины, как звезда от звезды, разностуют во славе. То есть, маленькие звезды, большие, созвездия целые. Вот это все нужно. И вот он, простой священник приходской, это вполне нормальный духовник. Вполне нормальный духовник. То есть, не каждый будет один другому равен, они все разные. Может быть, батюшка с высшим образованием, к нему, может быть, потянутся какие-то студенты, какие-то интеллигенты. Может быть, батюшка, например, с опытом военной службы. Например, он дослужился до полковника, потом поменял свою жизнь, стал священником. Таких очень много. То есть, к нему потянутся люди другой какой-то категории. То есть, какие-то тоже к нему своеобразный народ потянется, почувствует какую-то такую в нем, такую военную жилу, такую мужскую. Кто-то там еще что-то такое. И каждый будет, и они все разные, это очень хорошо. Но именно это и есть духовничество. Ну, люди, в принципе, все разные. Да, конечно. Люди будут подыскивать под себя, как бы, по духу, по нюху, по интуиции. Говорят, о, это мне нравится, батюшка. Вот этот служит долго. И мне нравится. Там все вычитывают. А другой скажет, а мне вот этот нравится. Он служит быстро, но зато после службы остается с нами и беседует с нами. И вот тот нашел себя здесь, тот нашел себя здесь. И всем хорошо. Батюшка, у нас есть первый звонок. Новосибирск на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Говорят, звонок у нас сорвался. Ну что ж, тогда продолжим. Есть такая практика, когда, к примеру, человек приходит на исповедь к одному священнику, просит у него какого-то духовного совета. Потом идет к другому священнику и просит по этому же опросу духовного совета. И все складывает, суммирует, делит и находит, скажем так, для себя самый выгодный ответ и самое выгодное благословение. Стоит ли так делать? Очень порочная практика. То есть среднеарифметическая из советов трех разных священников, это или четырех, или более, это очень порочная практика. Значит, нужно, если ты уже взял, допустим, вот пришли, вот вы священник, я прихожу к вам и говорю, вы знаете, я вот не знаю, там, мне менять работу, не менять. Я вот у этого батюшки спросил, он говорит, меняй непременно. А вот вы как скажете? Вы на этом, хорошо, если вы в этом случае скажете, вам уже сказали, вы, значит, я не буду умножать вам, как бы, количество советов, потому что вы полное смущение сейчас начнется, я скажу, ни в коем случае не меняйте. И что вы будете делать дальше? Кого из вас служат? Действительно поступать лукаво, избирать того, кто больше нравится? То есть нужно, безусловно, отсечь напрочь и далеко отбросить от себя стремление и желание набраться кучи советов от самых разных людей, в особенности тех, которые вас не знают. То есть советы нужно брать от тех, кто знает вас и кто находится к вам в режиме бескорыстного сострадания. Вот, например, если богатый человек помогает, например, семье какого-то священника и как-то помогает ему выжить просто, да, допустим, как-то поддержать его штаны на теле, что называется, то если он будет брать советы, то есть серьезное опасение, что священник побоится сказать ему всю правду или побоится быть с ним категоричным. Это чисто человеческий момент, здесь нет ничего удивительного. Если какой-нибудь доктор вытащил меня с того света, делая мне операцию, то потом я ругать его, если и буду на исповеди, то очень мягко. Я буду чувствовать себя в некоторой степени зависимым от него, я буду благодарен ему всю жизнь, и я буду, как бы, все-таки покрывать любовью, ну, это совершенно психологически понятная вещь. Поэтому вы должны знать честно, как бы, значит, о себе, то есть у кого вы берете советы? У того, кто любит вас и с ней садителен к вам, или тот, кто знает вас хорошо и может сказать вам правду. Здесь нужен некий элемент честности. Вот если его не будет, все остальное будет какой-то такой ошибкой. То есть много векторов сложим вместе, они все как-то схлопнутся в одну точку и никуда не пойдут дальше. Вот поэтому нельзя так поступать. Нужно решать свои житейские вопросы в А, на основании совести. То есть к духовнику нужно идти не в таком виде, я не знаю, что делать. Нужно провести предварительную работу. То есть нужен быть семейный совет. Если серьезные вопросы, посоветуйся с кем? С женой, там, с мужем, если жена с мужем, муж с женой. С детьми, со старшими, с друзьями, теми, кто любит тебя. Посоветуйся, послушай какой-то голос со стороны. Спроси у совести своей, помолись крепко. И день, и два, походи в Храм Божий, внимательно попытайся помолиться Богу. Почитай Евангелие, можете Слово Божие что-то откроет. То есть приди к священнику уже с подготовленным. Уже подготовленным. Например, готовым сделать то, что тебе не нравится. Например, не хочешь ты, например, уезжать, а надо. Или наоборот, не хочешь оставаться, а надо остаться, или так далее. То есть приди и доверь ему. Помолись, кстати говоря, о священнике, чтобы Бог открыл ему его святую волю через священника. Тоже это очень важно. Идя к священнику с вопросом, молиться Богу о священнике, скажи, Господи, иду к тебе. А ты благослови, работай отца Михаила, или отца Матфея, или отца Спиридона, чтобы через него я услышал тебя. Тебя. И дай мне мужество выслушать тебя и принять это как от тебя. Вот такие какие-то вещи нужны очень серьезные. А так, там спросил, там спросил, там спросил. И получается какой-то полный раздрай, как бы это совсем нехорошо. Но то же самое, наверное, касается и благословения на какие-то молитвенные подвиги. Абсолютно верно. Совершенно верно. Вообще на молитву мы благословены с момента крещения. Какие-то специальные благословения читать псалтирь. Прещащаться, молиться, исполнять заповеди, читать священное писание, внутри которого находится псалтирь. В общем-то мы благословены уже изначало. По факту христианства. То есть по факту веры. То есть не нужно специальные благословения человеку, допустим, вот я повенчался, например, да, за жена. Благословите любить жену. Ну, так уж венчали, что тебя там все молитвы заключаются в том, чтобы вы любили друг друга, жили долго-то и так далее. Благословите детей зачинать. Так уже благословили тебя, собственно, и зачинать, и воспитывать, и дожить до сына и сынов своих узреть. То есть все это уже там есть. Вот по факту крещения ты точно так же и благословлен уже. На исполнение заповедей, на сопротивление дьяволу, на борьбу с грехом, на творение воли Божьей. Все, вперед. То есть не нужно ничего специального. Специальное – это уже специальное. Например, что? Вот хочу послать семинарию – это уже специальное. Или хочу вот там что-нибудь еще такое там серьезное такое, вот что-нибудь такое серьезное. Вот не хочу девушкой, не хочу замуж, не хочу девство сохранить ради Христа. Ну, это очень серьезно. Конечно, здесь нельзя без благословений. У нас новая Занок. Екатерин Бурк на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас, да. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Екатерин Бурк, Татьяна. У меня такой вопрос, батюшки. Как готовится встречать в Месоку? Если три дня подряд или можно там, скажем, срезом, пятницу поститься, субботу добры, если причащать, скажем, раз через неделю или каждую. И второй вопрос. А как ребенка, вот два месяца назад, с пункта СНС, как ребенка приготовить к причастию? Спасибо. Ну, этот вопрос решается на собраниях священников и в пастырской практике он поднимается на обсуждение. Современный подход к этому вопросу, насколько мне известно, следующий. Если человек постится в среду и пятницу весь год и соблюдает многодневные посты, рождественский, великий, успенский, петровский, то есть три дня непременного поста перед причастием для него теряют свою актуальность. То есть три дня они нужны для тех, кто причащается редко, там, один, два, три раза в год, там, не более того, вот, ну, и хромлит в церковной дисциплине. Если же человек несет на себе все то, что церковь благословила, то для него, допустим, вы, допустим, в воскресенье хотите причаститься, то если вас вы поститесь в среду всегда, поститесь в пятницу всегда, вам в субботу можно без мяса, там, с рыбой, как вы сказали, вот, и в воскресенье ничто, мне кажется, не возбраняет вам приступить к причастию. Хотя, конечно, это все тоже имеет необходимость быть благословленным тем священником, который вас и причащает. То есть тот, кому... Я думаю, здесь не нужно слишком супить брови и умножать дисциплинарные требования. Я думаю, что любой пастор, глядя на такую практику чехристианина, скажет, что он может, конечно же, приступать к чаше со страхом Божьим и верою. Среда, пятница, суббота без мяса, конечно, можно. Что касается ребенка, то, мне кажется, самым главным вопросом для детей является в этом случае желание их быть в храме и радость от того, что они в храме. Хочется спрашивать детей всегда, ты любишь ходить в церковь? Ты с кем пришел? С бабушкой или с мамой или с папой? Ты часто ходишь в церковь? Часто. Тебе хорошо здесь? Хорошо. Любишь ты ходить в церковь? Не идешь через силу с плачем? Не хочу, не буду. Вот если вот ребенку хочется ходить в церковь, и он идет туда, то вот, мне кажется, это самое главное приготовление вот этих семилеток к пресчищению. Конечно, грех в них уже проявляет себя, они могут там вредничать, лениться, лукавить. И за этим нужно следить и подсказать уже ребенку исповедующему всему. Скажи, там, знаешь, сынок или внучек, я вот думаю, что тебе нужно вот это, батюшка, сказать, что вот это вот у тебя есть, правда? Вот ты там, допустим, обманул меня вчера, сказал, что съел макароны, а сам выкинул их в мусорник, полтарелки. То есть обманул, обманул, вот скажи об этом на исповеди, потому что это серьезный грех. То есть не нужно, например, толкнуть одно и то же на исповеди детям, что вот я маму и папу не слушался, потому что мама и папа, они очень своекорыстно относятся к исповеди своих детей. Впрочем, как бабушки, дедушки тоже. Они говорят всегда, обязательно скажи, что мне не слушаешься. И мы как бы превращаем исповедь, как бы нагружаем исповедь функцией, так сказать, такого, ну, закабаления детей своим авторитетом. Превращаем священников в своего, так сказать, компаньона по части превращения внуков в послушника, или там сына, или дочки. Это самая последняя вещь. Вот лгал, там, допустим, сегодня информационное время, очень важно не торчать в телевизоре, что до вечера, и не погружаться в гаджеты так, чтобы от них нельзя было отлипнуть. Это уже тоже явный грех, это пленение. Потом очень важно, допустим, речевую чистоту сохранять, чтобы человек не привыкал говорить глупые, грязные, скверные, гнилые слова. Это тоже важно, чтобы он не брал чужого, не завидовал. То есть, ну, там уже хватает уже грехов у семилеток, уже возможных грехов. Вот об этом нужно как-то стараться с ними говорить. И просить священника, например, батюшка, вот придет к вам мой сын, там, или моя дочка, там, или мой внук, вот семилеточка там будет, там, вот как Даша, допустим, будет. Вот, вы знаете, вот, вот вредная, вот, вот упрется и, допустим, на своем станет, и будет истерику закатит, как бы, и сделать все по-своему. Вот поговорите с ней, там, или еще что-нибудь такое, там. Там, или завидует, например, там, или там модница, там, вот, говорит, это одену, это не одену, например. Вот я вижу, что уже проблема возникает такая. Каждый день хочет новое одевать. То есть, нужно понимать, что может быть реальной проблемой. Не то, что он не слушается. Это слишком банально, так сказать, и слишком уж корыстно с нашей стороны. А вот реальная, когда духовная проблема может быть в человеке. Вот. И священник в этом случае должен поговорить с ребенком. Поговорить. Здесь уже исповедь превращается в доверительный разговор старшего с младшим. Вот. И важно, чтобы мы не отогнали его от церкви, чтобы ребенку было в церкви хорошо. Это самый главный способ приготовления к причастию для него. Хочешь причащаться? Хочу. Нравится тебе в церкви? Нравится. Будешь причащаться сегодня? Буду. Ну, с Богом. Да. Боречка, а как Вы считаете, нужно ли бездумно исполнять то, что на исповеди предписал священник? Ну, случаи такие могут быть, если человек вдруг попал под тяжесть какого-то странного слова. То есть священник что-нибудь такое скажет ему, а он потом не знает, как ему с этим всем быть. Какая-то эпитемия, допустим, длящаяся много-много лет или еще что-нибудь такое тяжело. Ну, бывают такие случаи. Ну, что ж, нужно разбираться с этим вопросом. Нужно не постыдиться, пойти. И теря пикантность ситуации в том, что другой священник, в общем-то, не имеет права снимать с человека то, что наложил другой священник. То есть придет тебе человек на исповеди и говорит, «Вы знаете, мне вот батюшка благословит 10 лет не причащаться, а я вот изнываю, хочу причаститься. Но я, по идее, не должен поступать так вот. Да, мало ли, что он там сказал, иди причащайся». Нельзя, это надо, ну, страшно вмешиваться. Вдруг там какая-то тайна зарыта, вдруг действительно нельзя этому человеку. То есть нужно разбираться с этим всем. Если ты разберешься и поймешь, там какой-то факт, может быть, самодурство, что ли, может быть, или какой-то из чрезмерного аскетизма, или строгости чрезмерной. Ну, что ж, нужно идти туда, к этому священнику, этому человеку, без посредников, без второго священника, самому. И сказать ему, говорит, батюшка, вы мне наложили такую-то эпитемию, мне тяжко очень. Я этого не выдержу. Я, ослабьте, пожалуйста, и так далее. Вот можно на такое напроситься, иногда бывает такое. Ну, бывает еще, знаете что, бывает еще, когда сам... Ведь тоже оно, то, что вы выдумали про Гоголя, не могли выдумать про Пушкина, знаете. То, что она падает на одного, то не падает на другого. То есть, благословите меня. Это на что тебя благословит? На что не будет. Бывают же такие тоже богомолецы. Вот. И некоторые могут так, полушутку, полусерьез. Говорят, там, знаешь что, мать, там вот в Петропавловске, Камчатском, значит, там, на пятом километре от города, есть коровник. Поезжай-ка туда и там поработай два года. Ой, вы что это? Я не могу. У меня дети вновь. Ну, а чего ж ты спрашиваешь что-нибудь благословить и мне? Я тебе благословишь и что-нибудь. И будешь потом всю жизнь бегать за мной, чтобы я тебя разблагословил. Понимаете? То есть, люди тоже могут спровоцировать священника на что-нибудь такое экстраординарное. Когда они задают ему какие-то странные вопросы. Почему я говорю, что важно прийти к священнику с созревшим вопросом? То есть, нужно домашнюю свою работу сделать. То есть, что ты хочешь? Поработай с собой, подумай, поноси в себе свою проблему. Потом приди уже с готовой проблемой к священнику. Ведь если ты ее сформулируешь хорошо, тебе же будет легче гораздо выслушать ответ на нее. Поэтому здесь не все на священнике лежит. Часто многое лежит, как бы рождено многое. Вот какой-то такой, некая такая незрелость у самого человека. А с какими вообще вопросами нужно подходить к священнику на исповеди? Ну, с достойными священства, наверное. Знаете, как некто из святых говорил, не проси у царя навоза. То есть, ну, если пошел к царю, например, проси у царя что-то достойно царской милости. Пришел к Богу, проси у Бога то, что Бога достойно. Пришел к священнику, проси у него то, что такое от священства, что может такое. То есть, что может? Духовный совет, молитва, попытка разобраться в некой сложности житейской и духовной одновременно. То есть, попроси с родственного. То есть, пришел к стоматологу, ну, не спрашивай про желудок, как бы, да? Пришел к священнику, ну, говори о чем-то таком, что касается духа. Духа твоего. То есть, твоей духовной жизни, если она у тебя есть. А когда человек приходит к священнику, а у него вопросов, духовных вопросов нету. Есть душевные вопросы, есть материальные, житейские, это психологические проблемы. А духовных вопросов нету. Это очень тяжело, самому священнику тяжело. А что ты будешь говорить ему? То есть, это как бы, глухой с ним им, как бы, постречались, и как им наладить коммуникацию? Вот такие случаи, случаи, они очень-таки бывают. Я думаю, что священники подтвердят, что случаются такие печальные факты. Вот, когда к тебе приходит человек, которому ты не нужен. Или он не знает, зачем он пришел, но пришел. И вот надо как-то так вытащить из него какой-то глубокий пласт. То есть, зачем ты же пришел? Надо как-то копнуть в нем нечто то, чего он сам о себе еще не знает. Это уже какой-то такой старческий уровень, извините. То есть, тут надо быть кем-то больше, чем просто священник. Когда ты начинаешь разговаривать с человеком, ты начинаешься вытащить его на ту проблему, которую он сам еще о себе не знает. Вот, так тоже бывает, но это очень изнурительно. После одной такой беседы нужно лежать с утки и отдыхать. У нас, к примеру, приходит человек на исповедь и говорит, батюшка, я взял ипотеку и не знаю теперь, чем расплатиться. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Что мне посоветуете делать? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Батюшка говорит, я не знаю, я тебя не благословляю вообще ничего. Конечно, конечно. Вот такие случаи, да-да-да. А он тебе, например, начинает такой полушантаж. А что мне теперь брать топор и зарубить кого-то, значит? Пойти в банк, например, там раскрошить там все отделение банка? Говорит, нет, стой, подожди. Он говорит, а что он теперь повесится, что ли? Так я начинаю тебя буквально шантажировать. Вы понимаете, что если мне сейчас ничего не скажут, я сейчас уйду и что-нибудь сделаю. А ты его первый раз видишь в жизни. Еще не факт, что он брал ипотеку. Может, он просто сбежал из какой-то психической, психиатрической больницы. Может, а фобия к этому. То есть, ну вот тебе факт, да, налицо. Если он действительно брал ипотеку, значит, нужно, ну что, в ущерб своей семье сказать, после службы я останусь с вами, мы побеседуем, и надо с ним остаться и поговорить. И вы не поможете ему, на самом деле, вернуть ипотеку. Но проговоренная проблема уменьшается в два раза. Это замечено давным-давно. То есть, беда, которую ты рассказал и которую выслушали, она имеет свойство уменьшаться. Потом человек, который рассказал всю свою беду внимательному слушателю, он впервые слышит сам себя. То есть, рассказать о себе – это единственный способ понять себя. Почему важно вести дневник, например, или писать письма. Или вести диалоги, например, с кем-то мудрым и вдумчивым. Потому что иначе ты сам себя не поймешь. Я начинаю понимать себя только по мере того, как я о себе рассказываю кому-то. И кто-то слушает внимательно меня, задавая наводящий вопрос и так далее. Поэтому вот несчастный взятель ипотеки, он может сесть с вами, начать рассказать свою жизнь с самого начала, отматывать. Почему он ее взял? Оказывается, он развелся, например. И молодая жена не хочет жить, допустим, вместе с мамой, а хочет жить там вот там-то. Там же у каждой истории еще предыстория. Это же его ипотека мучает, а на самом деле она рождена чем-то другим. А развелся он потому, что он в блуд залетал регулярностью раз в месяц, например, если жена перестала его терпеть. А залетал он в блуд потому, что там еще какое-то... И он может развелся весь клубочек до самых глубоких ниток, до самого детства раннего, до детского садика, до, например, до чего-нибудь совсем такого фантастического. И вдруг поймет на самом деле, что вот откуда все началось. Говорит, спасибо, батюшка, я пошел. То есть ипотека к нему там решится. А вот человек может быть впервые прикоснуться к своей собственной проблеме по мере рассказывания о себе. Да, это очень важно. И здесь священник выполняет функцию психолога, за что психологи берут большие деньги, а священник только платит временем и нервами. И слава тебе, Господи, что так. Но это именно духовническая функция очень важная. Что такое психологические сеансы? Это исповедь без отпущения грехов. Почему люди ходят к психологам? Потому что они хотят поисповедоваться, даже не надеясь на то, что им грехи отпустят. А священник, он как раз совмещает и то, и другое. Он должен и выслушать, и подсказать, и попытаться вытащить из человека какие-то более глубокие пласты. скрытых проблем. Это же очень помогает. И потом еще, если это увенчается словами «Я недостойный Иерей, прощаю, разрешаю тебе все грехов твоих», то это, конечно, просто песня. У нас новый звонок. Валдей на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Хорошо. Слушаем вас. Слушаем вас. Говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Андрей, я хотел спросить, вот, вернее, попросить вас, вот, попросить вот таким образом. Видите, вот, когда начинаешь исполнять заповеди, пытаться жить, так сказать, в лоне церкви, и чувствуешь, насколько это сложно. Вот даже Моисеевы заповеди не удается исполнять. Вот мне хотелось бы, вот, при вашем опыте, вот, хотелось бы какого-то такого совета, ну, может быть, немножко хитрого, упрощенного, где-то облегчить, что ли, жизнь. Вот, когда заканчивался фильм «Остров», вот, помните, там отец Анатолий молодому священнику, вот, Дмитрию Дюжеву говорит, вот, на вопрос, а нам-то как жить? А живи, как жил. Больших грехов не делай. Вот, если сможете какой-то, вот, ну, типа вот этого совета, ну, типа успокоения, что ли, не только, может быть, для меня и для других, буду вам благодарен. Спасибо. Я попробую. Я для начала скажу вам, что то, что составляет ваш внутренний крест, мне хорошо известно. Когда ты пробуешь, ничего не получается. И сто раз пробуешь, и сто раз не получается. И не отчаиваешься начинать сто первый раз, но сто первый раз тоже не получается. То есть это понятно. Скажу в утешение себе и вам то, что труд по исполнению заповедей – это самые необходимые возможности, способ открыть человеко-чередческую немощь. То есть чему научается человек, исполняя заповеди? Немощи. То есть это такой святоотеческий, такой интересный голос. По мере исполнения заповеди ты открываешь, что несовершенство. И человек будет спасен не за подвиги и не за труды, а за веру и смирение. А вот смирение он научается по мере познавания своей немощи, которая, в свою очередь, открывается от попытки исполнить заповеди. «Какое твое правило?» – спросили одного человека, который много лет прожил в таких серьезных трудах. Он говорит, «Какое правило мое?» Когда правила… Были у меня разные правила, и большие, и маленькие. Когда я правила исполнял, я гордился. Когда я правила не исполнял, я унывал. Сегодняшнее мое правило – это Господи помилуй. Ну или Господи Иисусе Христе помилуй мя. И всех молитв, какие знаю, пою душей или вслух читаю, такой дышит дивной силой молитва Господи помилуй. Это вот действительно так, что уж близок я к последней грани, и все же с горячими слезами, хотя с увядшей тело силой, твержу я Господи помилуй. «Душа, окончив жизнь земную, молитву эту, не иную, тверди и там ты за могилой с надеждой, Господи помилуй». Видите, Бог не хочет погибели человека. Наше несовершенство Он прекрасно понимает, знает и носит. И вот созерцание Христа распятого и радость о Христе воскресшем, оно достаточно утешает измученную душу. То есть мы спасемся не по делам, а по милости. Это очень утешает человека. Господи помилуй. У нас новый Зунок. Москва на связи. Здравствуйте. Задавайте Ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Светлана из Москвы. Меня такой вопрос интересует. Вот духовный отец, кто он? И как правильно обратиться к священнику с просьбой, вот будь с моим духовным отцом? Или это не делать? Просто я живу в Москве, и уже 7 лет езжу в Москву к батюшке исповедовать, причащаясь, вот как бы не озвучивая, считая его своим духовным отцом. Правильно ли это? Или как-то вот надо озвучить эту просьбу? Спасибо. Будьте добры. Я думаю, что не надо все непременно озвучивать и формализовывать. То, что Вы уже делаете, оно Вас может поставить в отношение духовного отца и духовной дочери без необходимости всякой формализации этого процесса. То есть достаточно этого, что есть. Вы счастливый человек, у Вас есть наставник, который примет Вашу исповедь, который причастит Вас, который подскажет, помолится за Вас. В общем-то, всего, что у Вас есть, этого с избытком хватает для Вас на данном этапе, и очень многие люди этого лишены. Видите, духовное отцовство, оно ведь важнее, чем физическое отцовство. А физическое отцовство стало редкостью. То есть мы живем в серьезные времена, в такой серьезной безотцовщины. То есть далеко не каждый ребенок живет в семье с тем мужчиной, который является его биологическим отцом. То есть этого мужчины, биологического отца, может просто не быть. Он может сделать свое дело, как Мавр, куда-то исчезнуть. Или может быть другой дядя, социальный отец, не биологический, то есть не совпадающий личности. Или может быть еще масса вещей, когда человек просто безотцовщен. То есть без отца вырастает очень много людей. Так вот я вот просто задаю вопрос себе и Вам. Если нормальное отцовство стало редкостью, или, по крайней мере, встречается не на каждом шагу, хотя должно встречаться на каждом шагу. У каждого ребенка, естественно, мать физически. Они должны быть и нравственные, и семейные. Но не у каждого они есть. И если такие простые вещи стали редкостью, то где же нам взять на всех духовных чад духовных отцов? Ведь духовное отцовство гораздо сильнее и серьезнее, чем отцовство простое физическое. Поэтому духовное безотцовщина тоже присутствует. Нельзя вот, я хочу духовного отца. А где же ты его возьмешь, дорогой мой? Это, знаете, девушка, например, в 17 лет говорит, я еще не хочу замуж. В 18 лет говорит, не хочу замуж. Вот в 22, например, что-то я, наверное, уже хочу замуж. Ну пока еще ладно. Потом в 20 лет говорит, я хочу замуж. Ну так что ты думаешь? Как только ты захотел, это сразу вышло, что ли? А теперь найди себе хорошего мужа. Вот найди. Если бы в 17 захотела, может, в 25 бы нашла. А в 25 захотела, то теперь не знаю, когда найдешь. Когда? Где? Ну нету их. Вот где на всех набраться хороших, трезвых, работящих, светлых, разумных, мужественных, верующих людей, мужиков? Где? Кто есть, тот уже сженатый. А остальные вроде и не жениться не хотят. Поэтому так же и с духовными отцами. Но где ты их возьмешь на всех? Я хочу иметь духовного отца. И я хочу. Вот и взять. В вашем понимании, каким должен быть духовный отец? Ну вот я говорю, что дедушкой он должен быть таким. Дедушкой, понимаете? То есть не в смысле таким, что все простит, как бы на коленки посадит, как бы и свисток вырежет. Как бы будет вам и дудка, будет и свисток. Нет. То есть опыт его должен превышать, опыт духовного ребенка, вот на ту колоссальную разницу, которая существует между ребенком и реальным родителем. То есть что такое родитель? Это человек, который в 2-3-4 раза, как бы сказать, масштабнее, чем рожденный от него чадо. Вот духовный отец должен быть таким масштабной личностью такой. Масштабный, то есть он должен быть патриархом, что ли, да? То есть он должен прожить уже намного больше тебя. И его внутренний опыт, всякий опыт, как духовный, так и бытовой, человеческий, житейский, должен быть источником питания для тех, кто этого опыта не имеет. Он должен быть сострадателен, опять-таки, из опыта. Он должен быть кающимся человеком, без гуруистских таких наклонностей, без веры в свою непогрешимость. Он должен быть кающимся грешником. Что лучше всего каяться в грехах в присутствии того, кто сам кается в своих грехах. Потому что если человек, например, уверен в своей непогрешимости, то перед ним каяться очень страшно. Он тебя расплющит, так сказать, холодом своей ложной святости. Ну, знаете, как, допустим, я грешен, а он свят. Ну, это же ужасно. А если он говорит, я тоже грешник, ты не бойся, я такой же, как ты. Есть один безгрешный, Христос, един свят, един Господь. Вот на коленях такого человека можно плакать. Поэтому он должен быть кающийся человек. То есть духовник должен быть кающийся человек. Слышать грехи чужих других людей, он должен опознавать себя в этих грехах. Не потому, что он должен все это сделать, а потому, что он узнает человеческую боль. Ведь, по сути, мы ничего нового не слышим. Мы слышим модификации, вариации одних и тех же страстей. И ничего нового. Поэтому требование к духовнику очень высокое. Конечно, он должен быть начитан в Священном Писании и Святотеческой литературе. Духовно опытен, снисходителен. В нужных случаях строг. Но строгость должна быть разбавлена к нисходительности в пропорции, наверное, 5 к 95. То есть большинство случаев требует снисходительности. Некоторые редкие случаи требуют такой строгости. То есть нужно разный режим эти включать. Батюшка, у нас новый звонок. Чебоксар, на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Ага. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, партизка. Добрый вечер, ведущая. Здравствуйте. Я звоню в Чебоксаре. У меня еще можно вот такой вопрос. Молитва Иисусова. Господи, есть такие слова. Господи, прости нам волки наши, так же, как и мы прощаем волшникам нашим. Я не могу молиться никак. Я не могу прощить человека. Если такие люди, я не прощаю, от души не прощаю. Если Бог простит меня, так же, как я прощаю, значит, я прошу Бога не простить меня, получается. Господи, помилуй, тоже могу сказать. Помилуй, как Господи, помилуй меня? Если я не помилую другому, как мне помиловать? Как быть, так же, я даже, может быть, я уже не могу. Я не знаю, как быть. Вот поэтому я очень благодарю. Ну что ж, вы прикоснулись к реальной боли, к реальной язве. Там, где вы уперлись в слова, которые вы не можете произнести, вы не должны произносить до тех пор, пока вы не произнесете их фактически, по сердцу и истинно. Конечно. Прекрасно. То есть вы уперлись в блаженный барьер, в священный барьер уперлись. И теперь, если вы этот барьер преодолеете, вы подниметесь сразу на очень большую ступеньку вверх. Вот, чего я вам желаю. Только теперь разделите проблему на две части. Потому что, например, у вас могут быть личные враги. Например, люди, которые взяли у вас в долг и долго не отдают. Или люди, которые там после 12 ночи громко шумят музыкой в соседнем доме. Или люди, которые там отрезали вас кусок огорода. Это ваши личные враги. Может быть, вы их не можете простить. Но часто люди вот эти слова говорят, которые вы сказали, что я не могу их простить. Они относятся эти слова, например, к людям, которых они лично не знают. С которыми они лично не контактируют. А вот они накручивают себя, например, я не прощу Чубайсу, например, того, что он там разорил полстраны в такие-то годы. И, значит, заверное отключение электричества в 90-х, например. Вот я не прощу ему, что он там сколотил миллиарды, например, на нашей нищете. Я не прощу Обаме, что он там бомбил там то-то и делал то-то. Я не могу простить там еще кому-то. Вот если эти проблемы вас тревожат, тогда смело выбрасывайте их в мусорник. Потому что молитва очень аж говорит нам о тех людях, которые переплелись с вами конкретными жизненными обстоятельствами. И вы имеете конкретную обиду на конкретного человека. Вот вам нахамил кто-нибудь, например, в транспорте. И вы два дня не можете простить ему обиду. И вот вы не можете молиться. Да, это понятно. И не молитесь до тех пор, пока не переборете этого. А потом переборете, станьте сильнее. И начнется у вас совершенно другой этап жизни. Начнется духовная свобода. Чтобы простить, преодолеть какую-то внутреннюю тяжелейшую проблему взаимоотношений с родственниками, с начальником на работе, с обидевшим тебя человеком, обманувшим тебя человеком. Вот простить, преодолеть это. Это, конечно, великий подвиг. Это победа. Вот если у вас такие случаи есть, продолжайте бороться. Продолжайте бороться. И поймите, в конце концов, что вот человек, например, оскорбил меня плохими словами, выругал, там, так далее, так далее. Страшно меня обидел. Но если положить на чашу весов эту обиду, а на другую чашу весов все ваши грехи, все, все, которые вы знаете, которые не знаете, и сказать, вот я это прощу ему, а мне вот это все простится, то, конечно, здесь неравноценная амена. Вам простится гораздо больше. Рассудите над этим. То есть вам все простится. Вы простите какую-то ерунду. Ну, там, пусть обидную ерунду, но ерунду. А вам простится все вообще. Вы получите великую свободу. А потом вы скажете Богу с дерзновением. Ну что ж, Господи, долго я не мог тебе произнести этих слов. А теперь могу. А вот теперь прости мне мои долги так, как я простил должнику моему, зовут которого Иван Филиппович, который отрезал у меня три метра от огорода. Простил я ему, забыл я про этот огород. Ни разу ему об этом не скажу. А ты мне, Господи, прости все мои грехи. Это же будет великая перемена. Вы же поменяете, понимаете, так сказать, мусор на серебро. Или, так сказать, мусор на золото. Мешок мусора поменяете на вагон золота. Вот такая будет мена. Пока что вы уперлись в проблему, но вы ее решите, решаете ее. И решив ее, вы страшно обогатитесь. Вот такое предлагает нам решение жизненных проблем молитва очень наша. Борячка, у нас снова есть вопрос. Московская область на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Раб Божий Александр, скажите, пожалуйста, есть ли смысл исповедовать греха, если я знаю, что он повторится, это не прополукавство получается, наверное. Спасибо. Спасибо. Есть смысл исповедовать грех, даже если вы подозреваете, что он повторится. Тут давайте оговоримся о двух вещах. Есть грехи, которые неизбежно повторятся. Например, человек говорит, я рассеиваюсь на молитве. Или у меня нет любви. Часто говоря, у меня нет терпения. То есть я совершенно уверен, что вы придете через неделю и скажете, что у меня нет терпения, я рассеялся на молитве, мне нет любви. Было бы странно, если бы сказали, вот в прошлый раз я сказал, что нет любви, а теперь есть. И теперь я на молитве не рассеиваюсь. Нет-нет, будешь рассеиваться и дальше. То есть вот такие вещи можно всегда повторять. Или можно их не повторять, но подразумевать. Имея в виду, что вот откуда берется пыль? А кто ее знает? Вроде никто ее не сыпал, но придется убирать все равно. То есть вот такую уборку влажную нужно будет делать, потому что пыль берется сама собой неизвестно откуда. Вот эти грехи. Если же речь идет о серьезных грехах, например, не дай бог вы изменяете жене. И настолько связались с этим грехом, что знаете, что в ближайшее время вы от нее не избавитесь и приходите плакать о себе, но все-таки отходите от исповеди и знаете, что вы опять не свободны, что вы опять находитесь под угрозой залезть в ту же, скажите, лужу. В таком случае вам нельзя причащаться, а исповедоваться вам все равно нужно. Раз вы исповедуетесь и, к сожалению, вернетесь, может быть, на прежнее. Второе, раз, третий. В конце концов, совесть вас замучит. Либо вы убьете свою совесть и станете животным, либо совесть убьет ваш грех и заставит вас стать человеком. То есть одно, то вы будете воевать совестью, смертельным боем до хрипоты и крови до тех пор, пока один из вас не победит. Либо вы станете животным, либо вы станете человеком. Совесть победит вас. Поэтому нужно все равно говорить о своих грехах на исповеди, в особенности, если это серьезные вещи, которые требуют непременной борьбы с собою. Ну, я не знаю, как гигиенические вещи, допустим, вы чистите зубы на ночь или утром, не знаю, когда, вы наверняка уверены, что вы опять будете их чистить через день, через два. Вот, поэтому вы стираете какую-то майку, какие-то еще предметы личной гигиены, носки и прочее. Вы уверены, наверное, что и потом вам придется этим заниматься тоже. Ну что ж, это нормально. Вот в этом смысле дисциплина, исповедь – это гигиеническая дисциплина. Она требует повторения. Она держит вас в тонусе, не дает вам завшеветь. Иначе завшевеешь. Вот, если не будешь убирать в комнате, например, не будешь там постирушками заниматься, не будешь там ни мыться, ни бриться, то есть завшевеешь просто. Вот в этом смысле гигиена – такая вот эта гигиеническая функция исповеди. Повторяйте, не страшно. У нас снова из Зонок, Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Слушаем вас, говорите. Алло, здравствуйте. Санкт-Петербург беспокоит. Батюшка, вот вы сегодня про Орксинских тактов вспоминали. Вот я тоже читаю Анатолия Орксинского, а там у него вот он напирает, вот что грех смущения, опасайтесь, грех от смущения. И вы сильно произнесли вот то смущение. Вот вы не могли бы, я вот своих батюшек на приходе спрашивал, что такое грех смущения. Ну, смущение – это широкое понятие. Всякий раз мы смущаемся, когда встречаемся с чем-то, чего не ожидаем. То есть, ожидаешь, например, святости, встречаешь, ну, не совсем святость. Например, как бывает часто, вот оказался мирянин, например, в компании, в кругу священников. Вот сел за стол, например, на праздники там с духовенством. Никогда раньше не сидел. Он, наверное, он боится там жевать громко, значит, думает, что вот надо здесь быть субтильным, так сказать, и таким. А слышишь, что люди нет, нормально, так вполне плотно, и так с аппетитом кушают, значит, так, кстати, разговаривают, это не обязательно разговаривают о предметах библейских и божественных, о чем-то простом, о машине у кого какая поломалась, о чем-то там, о хоккее, о международной политике. И он сначала думает, а ничего страшного, а потом смутился вдруг, что такие-таки там мир... Вот, допустим, понимаете, вот такие вот всегда, когда мы ждем чего-то такого большого, а встречаем, что такое простое, вот мы склонны смутиться, думаешь, что это такое. То есть здесь бывает ненужное смущение, когда ты просто разогрел себя фантазией, или, так сказать, поднимаешь себе какой-то градус таких больших ожиданий, а тебя жизнь как-то раз так говорит, да успокойся, то есть всему свое время, то есть в нужное время мы тебе скажем духовные слова, а сейчас пока расслабься, ешь, пей и слушай невинные речи. Допустим, вот такое может быть смущение. Смущение бывает от бесов, когда человек смущен чем-то, что не требует общества. То есть бывают такие духовные, щепетильные души, им разные приносятся помыслы такие всякие, допустим, вот человек прибежал на исповедь, а молитву уже прочитали перед исповедью. Знаете, он говорит, вот я вот не знаю, мне теперь идти на исповедь не те, я вот молитву не слышал или не слышала. И вот человек будет мучиться полслужбы, такие бывают, такие нежные души, что он шаг туда, шаг обратно, ах нет, пойду на исповедь, ах не пойду, я же молитвы не слышал. И вот эта мука целая, знаете, когда в человеке нет простоты, когда его любая, какая-то такая зазубринка, такая заброшенная в сознание, она сразу раз его выбивает из колеи, он уже не знает, как поступать такой. Вот таким людям хотелось бы посоветовать быть немножко проще, так по-хорошему проще. Не в смысле наглее, не в смысле отвязнее, бесшабашнее, а вот именно проще так, проще и спокойнее. Вот потому что поводов для смущения миллион. Все средства массовой информации работают именно на индустрию смущения. То есть вся информация нам забрасываемая, она стремится раскачать нас, расшатать, заинтересовать, сбудоражить, потом опустить нас в уныние какое-нибудь. Ну и в духовной жизни человек тоже часто то боится чего-то, то страхи бесовские, то уныние, то маловерие, то думает, да, ничего не получается у меня, вот отсюда рождается всякое-всякое-всякое. То есть человеку нужно иметь такую же здоровую душу, какой здоровый аппетит имеет здоровый человек. То есть он ест, хрустит всяким огурцом, который на столе лежит, и все ему на здоровье. Вот нужно иметь такую какую-то здоровую душевную организацию. Где ее взять? Вопрос. Не знаю. Люди стали такими нервными, такими истонченными, такими обидчивыми, такими невротическими, такими невротиками, такими городские жители, вообще почти все невротики. А нам нужно такую нормальную, здоровую, разовощекую душу такую иметь. Такую простую, простую, которая ищет простой пищи и радуется простому солнышку. Вот просите у Бога здоровья душевного. Может быть, вот я тоже должен этого просить. Господи, исцели мою душу. Ты врач мой, исцели душу мы от застарелых болезней, которые ты сам видишь и знаешь. Чтобы мы были здоровые, простые люди, имеющие простую, здоровую веру. И так вошли в настоящий и красивый рай, в конце концов. Следующий вопрос от Татьяны. Исповедь написанная на бумаге, прочитанная самим священником. Принимается Богом? Прощаются ли грехи? Я инвалид и по-другому не могу. Без сомнения. Вы пишете на бумагу, по сути, хартия бумажная, это хартия вашего сердца. Вы пишете свои грехи на бумагу, совершаете перенос невидимого, в видимое. Тайное сердце записано на куске бумаги. Священник, читающий эти грехи, принимает их все равно так же, как если бы вы их произнесли устами. То есть, что все равно прочитать с бумаги вашу Исповедь и услышать ее от вас на ухо, это одно и то же. Он читает молитвы над вами, разрывает список этот. Это все равно, что грехи ваши пришли в негодность и уходят от вас. Конечно, это принимается, и не сомневайтесь в этом. Следующий вопрос тоже от нашего телезрителя. Дмитрий исповедовался и причащался, затем снова согрешал, как вернуться к Богу. Посещаю храм регулярно, но чувствую себя безучастным. Да, молюсь и миропомазание делаю. Беру в долг, так скажем, благодать Святого Духа. А что мне делать для Бога в ответ? Как вернуться в луна церкви? Ведь я в молитве верую, произношу слова, а на деле не до конца получается исполнять. Как быть? Смотрите, очень важная вещь. Первые расколы в церкви были, расколы, например, донатистов. Это расколы, которые характеризовались так называемым перфекционизмом, желанием, чтобы церковь состоялась только из святых. Вот если есть люди, мы все должны быть святыми, мы все должны быть такие, 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 прям такие вот богатыри Духа, и нет в нас никакой слабости. Вот и отсюда рождались презрения к согрешающим, высокомерие над теми, кто согрешает много и часто, желание отсечить себя всех слабых, ненужных и так далее. И это получалось, вырастали целые ереси из этого. Вот это желание перфекционизма, желание, чтобы все было только хорошо, оно тоже будет быть опасным. Церковь святая, но не только нашей личной святостью, и не столько ею, сколько святостью главы церкви, Господа Иисуса Христа. Он сообщает здоровье телу. Значит, к церкви относятся не только святые, но также и грешники. Это очень важно понимать. Грешники также, кающиеся грешники, не победившие грех до конца, страдающие от греха и не достигшие совершенства, это также люди, принадлежащие к церкви. В большом теле есть очень много всего. Каждая ресничка нужна, каждая конопушка, каждая родиночка, каждый ноготочек. Все это нужно. В одном теле есть огромные, многофункциональные различные органы и большие и маленькие, видимые и заметные, незаметные, и тайно покрываемые, открытые всему миру. Поэтому не сомневайтесь в своей принадлежности к церкви из-за того, что вы не достигли совершенства, из-за того, что вы падаете, согрешаете, опять каетесь, опять падаете. Грешники, кающиеся, точно так же принадлежат церкви, как и святые. И ни один святой, подлинный святой, не пренебрежет грешникам, потому что он знает, что он и я находятся в одной церкви. Только ложная святость пренебрегает грешниками. Она забывает, что у нее есть источник, Христос, который никем не пренебрегает. А самосвят думает, что я свят сам собою. Поэтому он презирает согрешающего. Настоящий святой не пренебрегающихся, не презирает. Кукша одесский говорил, я сам грешник, и грешников люблю. Мне бы, говорит, хоть с краечку, но в раечку попасть. Или там, хоть с краешку, но в раечку. Поэтому ваша борьба это знак того, что вы принадлежите к церкви. Вам нет смысла унывать. Вам есть смысл плакать о том, что вы слабы, но вам нет смысла унывать, потому что вы не вне церкви, не вне ее, а в ней. Такие, как вы, собственно, составляют одну из когорт церковных. Это плачущие, припадающие, носящие свою немощь и умоляющие Бога о том, чтобы он исцелил их. Мы все к ним, если честно, принадлежим. Время от времени каждый из нас плачет о своем окаянстве. У нас последний звонок сегодня из Астрахани. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Славите раба Божьей Хатине. Батюшка, знаете, какой вопрос? Вот недавно слушая Осипова передачу, он сказал, что маленькие ребятишки, как бы приводящие, ну, в храм приходящий, отвлекают основных прихожан от службы. Считается ли это грехом, и в какое время лучше приводить маленьких детей, но до год, до полутора? Грехом, конечно, это никем не является. Это дисциплинарная сложность, такая бытовая сложность, которая накладывается на литургическую жизнь. Поскольку маленький ребенок не может участвовать в сознательном молитве, не может пропеть с нами веру и отче наш, не понимает, что происходит во время христианского канона, нужно приходить с ним непосредственно к самому причастию, то есть к молитве отче наш, уже когда врата закрыли, вот так вот, то есть приносить, причащать их. А это, конечно, накладывает сложности на родителей, потому что мама или папа, те, кто приносят ребенка к причастию, они вырваны из литургии. Ну что ж, это неизбежные сложности, нужно потерпеть, пока ребенок маленький. Но греха в этом нет. Это просто сложность, связанная с несознательным малым возрастом наших детей. Причащать их нужно перед самим выносом чаши. То есть в храм приводить их нужно перед самим выносом чаши. Ну что ж, батюшка, время нашей программы уже подошло к концу. К сожалению, час так быстро пролетел. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. До таинства причастия мы так и не дошли. Я думаю, что в следующий раз мы как раз обсудим эту тему. Ну и в завершении прошу благословить наших телезрителей и напутствовать на делание Преобразившийся во славе предыдущниками и апостолами, Христос, явивший славу свою Моисею и Ильи, довоссияет и нам своим светом пресносущным по молитвам Богородицы, ибо он святодавец и слава ему. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был священник храма Святой Мученицы Татьяны Прим-ГУ протеерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»